Павел Николаевич, вы как-то рассказывали о том, что рейдеры преследуют работников и следят за вами, это действительно так? Нет, это факты установлены, вы по инстаграме можете посмотреть, что оказывается они очень внимательно смотрят, где я хожу, где стоят мои машины, машины моих сотрудников, пишут всякие письма, фотографии акционеров главных, рассказывают о их личной жизни, угрожают, вот недавно я видел Добренкова вроде как пошла на нары и фамилия следующей идет за ней, они сейчас взбудили уголовное дело против работников совхоза, которые ремонтировали забор, который принадлежит совхозу, это знаете, очень интересно, я нанес ущерб сам себе и поэтому должен совхозу миллиард, Работники совхоза ремонтировали, реставрировали забор свой, а для этого надо было снять секции забора, отвезти их, покрасить и обратно поставить, так на них заявление господин Макаренков написал, несчастный малый предприниматель, которому все отключили, это тоже отдельная тема, так вот написал заявление и возбудили уголовное дело, правда выяснилось, что очень сильно прокуратура области давила на полицию, чтобы они возбудили уголовное дело, хотя там дело воединица не стоит, прокуроры приезжали, видели эти секции, потом наши же работники, те которые работали, попытались их приварить, не дали приварить, вызвали милицию, они так и стоят сейчас на проходе, у нас есть документы, что забор этот построил совхоз имени Ленина, они его себе вроде как присвоили и теперь рассказывают, что это кража, ну какая же кража в рабочее время, в присутствии всех, без исключения, вы там кстати, по-моему были, снимали противоправные действия, драку, которую устроили работники ИП Макаренков, и вот теперь мы вынуждены ходить к следователям, разъяснять, что вот документы, что забор наш, вот документы, когда он был поставлен, а Макаренко появился вообще лет через три после того, как забор мы поставили, вот где он был подключен, как он был подключен к электричеству, там же освещение висит, вот и поэтому все это звенья одной цепи. А кто такой могущественный за этим стоит, который взломал эту почту и идет слежка? Я думаю, что я когда-то еще, помните, в эфире Первого канала, когда меня еще пускали на телевидение, говорил, что за каждым рейдером стоит сильный мир осего, силовые структуры, коррумпированные суды, судебные приставы, ну и люди в погонах однозначно, поэтому фамилии мы узнаем несколько позже, как и многое из того, что мы рано или поздно узнаем, кто кого-то отравил, кто кого-то убил, рано или поздно все это станет известно. Сейчас мы можем только предполагать, что это люди, связанные с так называемым теперь главным акционером совхоза Рота Агро, люди, которые связаны с серьезными там людьми в правительстве Московской области, мы это тоже видим. Ну, в качестве исполнителей это вот чиновники Ленинского городского округа, вновь назначенные. Ну, мы надеемся, что справедливость рано или поздно восторжествует. Продолжение следует...